всем привет давайте немного попрактикуемся с радисом с веб-фильтрами security вот с этими вот вещами значит так я поднял уже сервер поднял сервер скачал себе чуть более позднюю версию радиса для windows вот 305 кому интересно тот найдет тот найдет окей значит так то есть наша задача попробовать сегодня радис радис в веб-фильтр вспомнить и и и и и так ламбук в дипа и рейдис так так вот цель то какая цель какая цель у нас меня продемонстрировать некую некую идею как мы можем использовать радис а именно мы внедрим его в веб-фильтр так но перед тем как непосредственно перейти к основной идее давайте сперва создадим простую модель я называю клиент то есть предположим что у меня есть некие некие зарегистрированные клиенты некие зарегистрированные клиенты и они пользую я им скажем так допустим я им предоставляю предоставляю некий некий некие пиво если вы пользовались какие нибудь какими у меня учили маке кто там вы могли видеть что очень часто помимо параметров которые непосредственно вы вводите пользуясь api нужно также ввести токен нужно также ввести токен то есть это токен выполнял функцию какого подтверждающие что вы это вы но помимо этого токен еще обычно служит неким неким ограничителем на количество запросов неким ограничителем на количество запросов и вот с этой позиции мы можем использовать использовать наш радиус использовать наш радиус так вот и я значит описал клиента теперь мне нужен репозиторий client repo репо extent крут репозиторий client alone так так мне нужен а optional client только find by name здесь string name окей то есть вот наша модель вот наш простой репозиторий теперь давайте сразу создам прилет через команд лайнер как обычно через команд лайнер ммм так сюда мне надо заезжать репозиторий так return args так repo save new client а set token set я сделаю по простому set maria и set name я сделаю одинаковыми мария и давайте я еще одно создам джин южин южин окей то есть теперь мне нужно описать Мне нужно описать, что нам осталось описать. Нам нужно описать в factory bin public redis connection factory. Сделаем по-простому. returnLutisLutisConnectionFactory. Только new, конечно же. Воспользуемся... Теперь создадим метод bin в виде темплейта. А, то есть, string redisTemplate... Темплейт... Так... return new string redisTemplate, который у меня... Использует следующее. Окей. То есть, вот наш... Наш... Connection и наш темплейт, с помощью которого мы будем делать запросы. То есть, базу данных мы организовали. Теперь нам нужно организовать слой веб-фильтров. Веб-фильтров. Если вы помните, мы в прошлый раз писали как-то веб-фильтр. Давайте напишем его сейчас еще раз. Вспомним, как оно делается. Допустим, tokenFilter. Мы имплементируемся от фильтра джавовского. Вот сорвлет, который... Здесь нам нужно реализовать метод doFilter. И здесь я сразу создам... Так... Private... 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 Client Repo... Client Repo... Private... Private... И заинжекчу я их через контроллеры... Ааа... Ой... Через конструктор. Окей. То есть, вот наш этот... Фильтр. Теперь нам нужно его зарегистрировать. Мы его регистрировали с помощью... Специального вебината. Ааа... Помощь специального вебината. Который так и называется... Фильтр. А... Пин... Ааа... Регистришн... Ааа... Регистришн... Так... Ммм... Сюда я заинжекч... А... Хотя... Сделаем по-другому. Так... Ммм... Ммм... Значит, мне нужен этот... Фильтр. Бин... Ааа... Регистришн... Значит... Токен. Фильтр. Бин. New. Фильтр. Бин. Теперь мне нужно... Установить... Бину. Сет. Фильтр. Какой мы назовем... Фильтр. Ммм... New. Токен. Фильтр. И сюда... Мне нужно... Передать... Ааа... Репозиторий. Так... Вот здесь мне надо было... Вот так. Client.repo. Рипо. Рипо. И... Темплейт. Окей. Теперь мне нужно еще... Адью рейт. Ааа... Адью рейт. Адью рейт. Допустим, это будет... Некий... Некий... Апи. И... Естественно... Осталось... Вернуть... Непосредственно... Бин. Так... Вот... Мы... Зарегистрировали... Зарегистрировали... Теперь нам нужен... Простой контроллер... Остался лишь... И... Нужно... Будет написать логику... В... Сам фильтр. Допустим... Main... Main... Контроллер... Main... Контроллер... Main... Так... Это у нас... А... Нет... Лучше... Адрес... Контроллер... RequestMapping... Это... Корневой... Контроллеры... Я сделаю... Очень простые... GetMapping... Ap... Значит... Public... String... Public... А... Public... String... А... Public... Ap... Return... А... Ap... И... Давайте я еще один создам... Просто... Просто... Просто так... На корневую... На корневую... Назову его... Show... И... Будем отдавать... Show... Так... То есть... Вот на этот путь... Я повешу фильтр... А... На этот... У меня... Не будет фильтра... Окей... Основные приготовления все осуществили... Все осуществили... Теперь нам нужно... Написать непосредственно... Непосредственно... Филтр... 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 Окей... Но... Сперва нам нужно... Вот эти вот сервлеты... 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 Преобразовать... В... HTTP... Сервлеты... Сервлеты... Рэ... Рэ... Квест... Вот... Так... Ну... Чтобы достать параметр... То есть... Я хочу сделать... Как это... Вот... Как вы пользуетесь... Как вы пользуетесь этими... Чужими... API... Как вы пользуетесь... Чужими... API... Там вы вводите... Одним из параметров... Одним из параметров... Одним из параметров... В... В... Вводите... Обычно... Что? Ключ... 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 И мне вот для этих целей и нужно преобразовать входящий сервлет в более конкретный http сервлет. Так, http сервлет, берем get параметр, давайте я его так же назову токен, как в модели у меня было. Окей, 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 давайте я сделаю логирование tags. Looking for Теперь что мне нужно? Собственно, нужно некую логику сюда забабахать Если честно, мысли у меня как сделать идеально То есть к чему я стремлюсь К чему я стремлюсь и ради чего я Redis использую Redis у нас работает в памяти И, соответственно, различного рода операции там выполняются весьма быстро И то есть инкрементацию счетчика какого-нибудь Счетчика посещения я могу производить очень быстро Используя Redis То есть это просто одна из возможностей, где можно Redis заюзать То есть заюзать ее можно в слое security А в данном случае мы используем главным образом, чтобы считать Считать количество посещений Значит так Сделаю не идеальный, не идеальный вариант Не идеальный вариант Ну просто покажу, что какую-то идею Логику лучше Если вас это заинтересовало, напишите самостоятельно То есть если у меня токен, который я достал из параметров Из get параметров Из строки обычно Что произойдет? Там может быть null Это если вообще не будет токена Либо пустая строка То есть если null или пустая строка Если null или пустая строка Я использую HTTP response И отправлю ошибку Отправлю ошибку 403 Что типа у вас нет прав И напишу например описание no key No key No key Других вариантов Другие варианты Какие дальше? Дальше мне нужно собственно ключ-то достать Дальше мне нужно ключ-то достать Ключ У меня может быть в двух местах Либо в репозитории Я хоть и пользуюсь здесь H2 И это тоже в memory Но в реальном мире вы будете пользоваться Не знаю какими Подгрессом MySQL То есть чуть более медленной базой данных И ради инкрементации нет смысла нагружать Нет смысла нагружать И здесь Мы Значит скажем так Тяжелую базу данных Мы будем обращаться резко Только тогда когда в Redis нет данных А основная работа у нас будет именно в Redis То есть в Redis мы будем Устанавливать время жизни Мы будем инкрементировать Мы будем проверять вообще есть ли такой ключ Окей поехали Для начала нам нужно вообще есть ли такой ключ Which is exist Token Ага Ладно Неудачно Не нравится мне название Но пусть будет такое Значит Я пользуюсь темплейтом И там есть такая простая функция Husky Husky То есть существует ли такой токен Здесь у нас варианты соответственно true или false True или false True или false Или как например здесь это могло быть Exists 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 Ну допустим вот Мария Видите вернула Now Ну 0 То есть 0 это false Окей И дальше в зависимости от вот этого кондишена У меня же возможно еще одно ветвление Еще одно ветвление Еще одно ветвление То есть если существует То я должен здесь написать логику на количество На количество которое юзер сделал Иначе Иначе Я должен Я должен залезть в основную базу данных Тяжелую Давайте я опишу ее Optional Client Client Optional Называл Значит так Find Buy О Не BuyName Надо было Надо было А Токен Называть Токен 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 Окей FindBuyN Токен Здесь я передаю Токен И здесь опять Будет Весвление То есть Если Если Такой вообще существует То есть Если такой юзер вообще существует То что мы сделаем Мы 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 Опс For value Мы запишем Мы запишем Мы запишем Мы запишем Вот это значение Токен Установим Изначальное значение То есть Это ключ А это Значение И так же Можно еще Остановить Сразу 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 Некий Некий Некое время жизни Ключа Допустим Для теста Я сделаю 30 секунд 30 секунд И И И Нужно не забыть Нужно не забыть Дальше Filter Chain Дальше Нужно не забыть Filter Chain Окей Иначе 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 То есть Если такого Токена Не оказалось Такого Токена Не оказалось Что я должен Сделать Я должен Я должен Снова Отправить Ошибку 403 И Например Batekey Batekey То есть Я сейчас Нахожусь Вот тут В ветке В ветке Когда у меня Ключ какой-то Ввели Но Неправильно То есть Вот эта ветка У меня будет Отвечать За За то Что неправильный Ключ Окей И осталось На самом деле Последнее И здесь У меня Логика Будет Не фонтан Скажем так Не самое Лучшее Не самое Лучшее Но Давайте Какую-нибудь Убогую Напишу Значит CurrentValue Я напоминаю Что Темплейт У меня Возвращаются Тринги Всегда Поэтому Я сразу Написал LongCurrentValue Значит Ops ForValue Ops ForValue Get 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 Token Get Token Прошу заметить Почему я Здесь Nullable 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 Get Value OK Must Not Be Now Понятно То есть Не должно Быть Now Поэтому Здесь Нужно Обязательно Делать Проверку Здесь Нужно Обязательно Делать Предварительную Проверку Иначе Будут Ошибки Иначе Будут Ошибки Правда Вот здесь Теоретически Время Может Подоспеть И все равно Выскочит Эта Ошибка И Тогда Ключа Там Не будет Это Мне Как-то Не Нравится Пока То есть Даже Если Я Проверяю Во время Этой Проверки У меня Может Время Истечь Это Не как Единое Целое Ладно Значит Я взял Ключ То есть По ключу Вернее По ключу Я взял Какое-то Значение Теперь Мне нужно Просто Проверить Допустим Давайте Если Current Пайли Польше Двух Польше Двух Польше Двух То что Мне нужно Сделать Например Я могу Взять И Увеличить Увеличить Ему Время Время Жизни Для начала Время Жизни Ключа Время Жизни Ключа И Так Где у меня Этот Filter Chain Ой Мне не Filter Chain Мне нужен Я все правильно Писал Мне нужен Этот HTTP Response И снова Я отправлю Ошибку 403 Например To Many Too Many То есть Слишком Много Запросов Слишком Много Запросов А если Мало Запросов Было Да Мало Запросов Было То Я Например Могу Template Offs for Value Инкрементируем Данный Токен Данный Токен То есть Я напоминаю Что Токены У меня Там Будут Связаны Там Значения Связаны С токеном Это будет Строка Которая В виде Числа Представлена Поэтому Я Спокойно Инкрементирую И Дальше Фильтр До Фильтра И Здесь Мы Собственно Можем Вот этот Вот HTTP Request И HTTP Response Вот Такая Глуповатая Логика Вот Такая Глуповатая Логика То есть Если запросов Стало Много То Я Добавляю Время 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 Ожидания Время Время Жизни Токену И Отдаю Ошибку То есть Каждый раз Когда юзер Затем Захочет Сюда Заходить Я Буду Добавлять Время 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 Ключу Чтоб он Не баловался У меня Чтоб он Взял Какой-то Перерыв Здесь По-хорошему Надо Ограничить На Временной Промежуток Но Чтобы Ограничить На Временной Промежуток Нужно Подумать Хорошенько Как-то Соптимизировать То есть Каким образом Представить Представить Значение Ладно Давайте Я запущу И Посмотрим Для начала Есть ли ошибки А если нет То Протестируем Так Вот у меня Что Марии Нет И И вот Я Значит Так Иду Значит Все Урли Все Урли Вот API Токен Мария Вот мне Вернулся API Мария Существует Нет Мария Так У меня 30 секунд Всего Существует Ну все Больше Больше Трех Больше Трех Я не могу Сделать На текущий Промежуток Вот у меня Too Many Too Many Вернулась Тот Тот У меня Был Еще Yuljin А Yuljin Можно И вот Например Get Yuljin Существует Ли Сейчас Мария По идее Уже Так Существует Все Еще Существует Так Я Сколько Ему Времени Задал Этой Марии 30 30 Секунд По идее Уже Должны Были Да Вот Все Мария Исчезла Так Это Сервер А То есть Сейчас Вот Если Захочу Снова Я Сейчас Могу Сделать Запросы То есть Я Как будто Б Сбросил Сбросил Мария Вот Я Могу Снова То есть Вот Когда Ключа Нет Я Иду Сперва Базу Данных Основную MySQL Переношу Ключ В Redis И В Redis Я Инкремитирую Понятно Что Скажем Так Чтобы Более Правильно Сделать Нужно Нужно Написать Корректную Логику Корректную Логику На 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 Фильтр На Фильтр Вот Здесь Вот Это Все-таки Немного Убого Выглядит Это Выглядит Немного Убого Но Основная Идея Вот Такая Вот Что Вы Можете Использовать Redis Ради Быстрой Инкрементации Ради Секьюрити Ради Какого-то Ограничения В данном В данном Случа Это Ограничение По количеству Запросов От Одного Юзера Вот Мы Его Повесили Повесили Классически На 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 Рест АП Которым Юзер Пользуется Через Токен Окей На этом Я предлагаю Эту Небольшую Практику Закончить Практикуемся Дальше Все Next Time